Ну вот, нравится мне снимать из машины, потому что тихо, никого нет рядом, никто не смотрит, не ходит, не прячется от камеры, комфортно. Я что, мне позвонила Седа и попросила, блин, что так темно, как-то темно было, она попросила, говорит, Лиль, пожалуйста, если не дать, короче, я еду за мелкими, нужно, короче, кое-что забрать. Она попросила, она отдыхала в Ижевске, только приехала, мы с ней давно не виделись, да, она вчера приехала, была у родственников, мне нужно кое-что поехать забрать, она попросила, потому что, ну, тот, кто должен был забрать, не получается. Она говорит, Лиль, если можешь, пожалуйста, забери, покажу вам, как заберу, но это не интрига, блин. Вот, и заодно увижу Сидушкой, да, я ее называю Сидушка. Я, кстати, еще заказала два платья, мы ездили, когда в Есентуки, девочка-соседка и ее дочки, может быть, видели в видео, так я снимала чуть-чуть ее, она попадала в кадр, Лиза, у нее было такое платье-кимоно красивое, мне очень понравилось, я себе заказала в леопардовой расцветке, и вот в такой же, как у нее, хочу посмотреть. Не факт, что я его возьму вообще, я просто заказала, хочу посмотреть, как вообще это платье будет сидеть на мне, бывает же вещь, вот вроде бы ты одела, и все, ты понимаешь, что это твое, хотя платье я не ношу, но мне кажется, вот с косухой, с пиджаком классно будет смотреться на осень, она даже с кроссовками будет круто смотреться. Я как раз заказала на пункт, где работает Седа, на ВБ, потому что она мне просила до этого заказать ей заказы, я забыла поменять пункт, и, короче, забросила товар туда, как раз он пришел, и заодно померяю, посмотрите, сама не знаю, подойдет, не подойдет вообще, что это, я платье сколько, юбку, кстати, ношу, начала носить, вот вчера была тоже в юбке. Ладно, поехала туда, мы ждем меня. Посмотрите, какая милота. Эй, малыши, я не знала, что кролика она дала, она вроде говорила, на работе будет присматривать, дома приходить. Эй, малыши, поехали к маме домой? Встреча мамы с детьми. Встречает, что-то там ворчит, клетка не так, что-то. Ой, ты, наверное, перевернула, сейчас я ехала, да, зеленая, там есть что-то в зеленой? Я не знаю, нет. Хомяков, давай достанем. Два платья абсолютно одинаковых. Одного такой растет, и другой, кстати, какой-то молочный. Она, типа, поняла, как кимоно, ну, чего-то такое похоже. Ну, хочу сказать, что очень даже нечеток смотрится. Очень хорошо. Ткань такая приятная. Ждем эту женщину. Ничего? Я вам говорю. Включите музыку на компе, если ты знаешь, конечно, как она называется. Ну, прикольно. Нет, вот так, да, прикольно. Это классно, да, смотри. Здесь, кстати, с кармана еще есть. Ну, вот, знаешь, чем было бы красиво? Кеды же, как у меня есть, вот с такими кедами было бы очень красиво. Кроссы грубо смотрятся. Вроде хорошо, но будем ее носить. Но осенью ты в нем не походишь? Косуху можно. А, на ноги? И ботинки. Они грубо для такой ткани ботинки. Да нет. Ну, а ты классно, да? Мне нравится, да. Сфоткаешь? Кстати, мне врач, ну, не то что запретила, посоветовала пить кофе через день. Она говорит, в принципе, одну чашку в день нормально, она говорит, попробуй через день. Вчера я не пила кофе, и, кстати, как и нормально, я себя перепрограммировала, что я не хочу себе пить кофе и пить кофе. Хотя, конечно, было сложновато, так, проснуться, скажем. Ну, ничего, и вот мы сейчас вообще... Ну, ничего, вчера не пила, сегодня все. Мы пришли в Азон, я заказала себе две куртки на осень, ну, выбрать, не две, одну черную, одну белую. Мне очень понравилось. Почему заказала на этот Азон, не знаю, у меня какие-то адреса выскочили, я, короче, видела цифру 18, и не туда нажала. Покажу вам сейчас, но не факт, что буду забирать, кстати, по поводу платья, которое я тоже примеряла у Светы тогда. Я потом расскажу, взяла, не взяла и какое. Здесь все затягиваются, кстати, у нас не должно быть. Здесь никого хорошего на резинке, да? Что-то поснимаю. Я же ночью редко гуляю, тем более здесь. Последний раз с сестрой гуляла. В прошлом году? Ну, когда с утра приезжала. Когда мы вышли погулять. Ну, очень красиво, чертово колесо. Это типа американские горки. Как красиво. Мы идем к озеру. Потом нам, конечно, домой идти, наверное, часа два пешком, да? Да. К десяти придем, наверное. Мы хотели прокатиться на чертовом колесе, стоим получиться за билетами. До встречи. КОМА. Поехали. есть открытая кабинка закрытые вот закрытая и вот такая открытая но нет мы поедем на закрытой это я тоже не хочу мы поедем, ой, здесь очень холодно, как будто в морозильную камеру зашли в нем конечно красиво, но очень не знаю, что здесь будет видно на такой мой высоте внутри так тоже красиво, смотри какой потолок видишь, как будто внутри скалы, да, очень красиво, это мы проходим мимо как он называется даже, Байер Парк красиво, там бассейн есть, при вот этом, что это, это кафе, ресторан, что это вообще здесь получается закрытая территория, здесь открытая территория а здесь тоже открытая, там бассейн, да, чуть дальше и лежаки, хотела заснять, но нифига телефон не передает, какая красивая, в реальности прям, как будто вот рукой, да, можно достать, как будто нарисованная, правда же встречка, внизу, темно, плохо видно хотела сделать фотку, но не получается, концертный, государственный концертный зал я ни разу здесь не была, новостройка Валя, ты была здесь? я не была, не познаю я местную культуру а, они работают? у нас уже следующий день, я выехала, куда я выехала, сейчас расскажу, как вчера мы погуляли хорошо, очень погуляли, мы, конечно, планировали пешком дойти до дома, но, увы, не тут-то было полпути мы прошли, дошли до площади Марии и решили, что нет, надо вызвать такси, потому что, ну, слишком далеко, устали, да и поздно уже было доехали на такси, погуляли отлично, очень хорошо, подышали свежим воздухом, походили, подвигались немного по поводу платьей, которые я показывала, платьев, платье, платье, платьев, вы поняли, кто знает, как правильно, вам респект короче, по поводу платьев, я пока не взяла ни одно, ни другое, мне понравились оба, оба понравились, но как-то больше все-таки склоняюсь к расцветке зебра и, скорее всего, не знаю, может быть, возьму, может нет, короче, пока не знаю, думаю, куртки не взяла, которые мерила в принципе, ну, неплохие, но мне показалось, они прям совсем какие-то широкие и коротковатые, мне хотелось чуть-чуть подлиннее, на моделях всегда смотрится по-другому, когда заказываешь, все совсем не так, да, как на фото я приехала на капельницы, это плановые, которые я делаю каждый год, связанные со спиной, с сосудами обычно я делаю осенью, октябрь, начало ноября, но в этом году я чуть-чуть не дотянула, я понимаю, что уже мне все нужно и голова тяжелая, и спина, короче, делаю я по назначению моего врача-невролога уже года 4, наверное, или 3 я делаю по этому именно назначению, хотя мне говорили, что нужно менять, чтобы не привыкал организм, но пока, короче, мне помогает, я делаю по этому вот назначению, мне так нравится, пока мне помогает, тем более все вот медсестры, которые мне делают, они говорят, очень хорошее назначение у тебя, обычно к нам приходила медсестра домой делала, но это было вечером все, муж после работы, надо ужинать, все такое, по цене все то же самое, поэтому я езжу в нашу частную, ну, здесь частная клиника, есть прямо недалеко от дома, я приезжаю сюда, по цене все то же самое, хорошие девочки, медсестры, и все отлично, сейчас ехала, уф, перенервничала уже, у нас там, короче, пересечение дорог, но по которой я езжу, это главная дорога, соответственно, кто едет не навстречу, она включает правый поворотник, я ее должна пропустить, она стоит, она не видит знак, что она на главной дороге, почему-то все, многие думают, что это второстепенная дорога, потому что на ней меньше всего машин, а поток идет на второстепенной дороге, где действительно очень много машин, и думают, что это главное, ну, там висит знак, что это главная дорога, я ей показываю, езжай, дед, я, конечно, очень уважаю пожилых людей, вот он как вот ехал, так он и ехал, хорошо, наверное, что она не поехала, иначе бы он ее точно, блин, зацепил, ну, короче, это стоит пропускает на главной, дед едет, вообще не видит, что он не на главной, на второстепенной, короче, пипец, надо быть очень аккуратными на дороге, да, особенно с утра, потому что еще многие, видать, не проснулись, ладно, пошла я на капельницу, и мы с Максом еще попозже поедем по поводу репетитора по информатике, тоже вдруг, если интересно, расскажу, обычно просят делиться, у кого особенно есть дети, кстати, вы готовы к учебному Новому году, Максим пока что-то никак, но уже написал вчера нам репетитор, и сказал, что давайте со следующей недели начнем, Макс сказал, мама, мы же договорились, что до 2 сентября ты меня не трогаешь, ну, вот он так сказал, значит, начинаем, я говорю, чуть-чуть как раз разгонишься к школе, говорю, вот, и мы еще нашли репетитор по информатике, ну, как, еще не нашли, пока только созвонились, договорились, он сказал, мне нужно провести беседу с ребенком, понять вообще, что он знает, что нет, и он тогда скажет, берет или нет, потому что, ну, видать, не все репетиторы соглашаются всех подряд брать, потому что понимают, что, ну, есть дети, которых, увы, не научить, хотя, мне кажется, всех можно научить, было бы желание, но вот так вот, поэтому мы сейчас после капельницы поедем домой, позавтракаем и поедем договариваться, посмотрим, что скажут. Сейчас я вам покажу, мимо проходил, он, короче, что-то виснет постоянно теперь в этой коробке, ричи, мы с Максом уже приехали домой, закупились в канцелярии целый пакет, но что-то у нас осталось с прошлого года, там, ручки, карандаши, несколько чистых тетрадей, но мы все равно взяли, если что, будем докупать уже, потому что не знаем, сколько чего понадобится, быстро давайте покажу, что взяли, вот такие три тетради, большие, отсвечивает от лампы, это для дополнительных занятий, они в клетку, здесь 96 листов, по-моему, если я не ошибаюсь, в общем, я цены буду подписывать, если ошиблась, по количеству листов тоже буду подписывать, линейку обычную, деревянную, но у Макса есть там дневник, в основном берем вот такой обычный, белый, в твердом переплете, так, это чек, вышла у нас общая сумма вообще на 3, 3,500 щенка, вижу, из мелочевки здесь ручки, в общем, 5 разных, 5 таких, 5 таких, короче, взяли, 10 ручек, обычные синие ручки, маркеры, это так, на всякий случай, чтобы дома тоже были, потому что вот иногда надо, калькулятор, ой, калькулятор, циркуль, циркуль, вообще, мы за год, наверное, 3 раза меняем циркуль, потому что они почему-то ломаются, но не знаю, а вот этот хороший будет, нет, Макс выбирал сам, карандаши, Макс взял здесь 6 штук, у него там еще есть, поэтому чуть-чуть взял транспортир, и стерку или ластик, по-разному называют, вот такие, не знаю, хорошие, вообще, мне нравятся другие, такие белые, краузберг, по-моему, называются, ну, Макс еще такие захотел, хозяин барин, общие тетради, в клетку взяли 96 листов, 4, это на те предметы, по которым они больше всего пишут, там, история, биология, вообще, есть тетради, уже с названием предметов, но у них в школе почему-то так заложено, не знаю, они все равно ворачивают белым листом и подписывают, поэтому неважно, какая картинка, в принципе, написано название предмета или нет, ну, вот взяли, какие-то посимпатичные, вдруг в этом году разрешат вот так, да, и две тетради взяли 48 листов, тоже, потому что у Макса там есть еще общие тетради, хватит, так, в клетку 18 листов 20 штук взяли, и в линейку, в полоску тоже 18 листов 20 штук взяли, так, что еще, вот такую папку Макс взял с файлами, на всякий случай, потому что в том году нужна была, он говорит, мам, пусть будет, потому что вот по-любому, наверное, понадобится, и обложки, обложки у нас там еще есть новые чуть-чуть, поэтому взяли вот такие большие, в основном у них формат А4, наверное, я даже не знаю, биология, английские, вот такие большие учебники у них, обложки на отстраде обычные и обложки на учебники, это такие стандартные, вот и все, вот все, что мы взяли из канцелярии. По поводу собеседования с репетитором по информатике Максу, очень преподаватель понравился, мам говорит, хорошо, что и молодой, и видно, вот, ну, они как будто нашли общий язык, и преподавателю он сказал, что да, я вижу, что у Макса есть потенциал, однозначно я вас беру, он дал ему несколько занятий, ой, заданий, чтобы Макс сделал там при нем, и сказал, да, я вижу, что у него база есть, что он знает, поэтому вот, да, у нас еще добавилось репетиторство по информатике, да, потому что Макс решил сдавать, в принципе, нам достаточно для поступления было бы сдать русский, профильную математику и физику, но мы для подстраховки решили, что информатику будем тоже сдавать, лишним не будет, поэтому, да. Хочу вам пожелать нам, родителям, терпения в новом году, особенно те, у кого дети школьники, либо только собираются в школу, либо заканчивают школу, да неважно, какой класс, хочу пожелать вам терпения, детям успехов в новом учебном году, нам всем огромного здоровья, детям тоже, всем-всем-всем огромного здоровья, любите друг друга, уважайте друг друга, я за все переживаю, новости читаю, я уже не первый раз повторяюсь, но, пожалуйста, не пишите мне комментарии политического характера, я не хочу свой канал переводить на политическую тему и вообще ее затрагивать, поверьте, я все знаю, переживаю, читаю, всем мирного неба, до новых встреч и пока-пока.